Схема этих встреч, или как говорят в народе сходов граждан, довольно простая и не меняется уже несколько лет. Глава района рассказывает о итогах работы администрации, представители разных служб и управлений делятся важной информацией относительно своих ведомств, а жители делятся своими проблемами в надежде найти решение. Год назад в Увальске закрылась участковая больница, вместо которой открылся фельдшерско-акушерский пункт. Впрочем, бывшее здание больницы никуда не делалось, и жители выступили с предложением открыть на его базе дом милосердия. Ведь у нас, как в селе, есть люди, которые могут там работать. У нас безработицы сократили женщин из больницы, они вот сейчас безработицы. А почему бы не открыть дом милосердия? Дело в том, что это профиль не здравоохранения, это профиль немножко другой, это профиль социальной защиты. И поэтому тогда вопрос в то время поднимался, социальная защита не взяла это здание по причине того, что оно деревянное. И поэтому это как бы пожароопасное круглосуточное пребывание здания. В пункте милосердия раньше находилась в Митлевке. То есть мы переселились в Митлевке в Новую Аксантовку. Но скажу, что на сегодняшний день из 25 человек, которые должны там находиться, там два места свободны. То есть по области даже сейчас такой востребованности нет. То есть там проживают люди со всей области. Конечно, то, что такой востребованности нет, это хорошо. Однако жителям жаль, что такое хорошее здание пустует. И этот вопрос остается открытым. Так же, как и вопрос подачи воды. Ведь относительно неплохой напор можно дождаться только ночью. А это значит, что такие процессы, как стирка и водные процедуры, можно осуществить лишь далеко за полночь. Особенно ощутимо это летом. Эта проблема усугубляется еще и тем, что у многих жителей не установлены водные счетчики. И за минимальное использование воды им приходится отдавать максимальные выплаты. Проблему может решить только капитальный ремонт водопровода. Один только проект такого ремонта будет стоить больше одного миллиона рублей. И увальцам остается надеяться, что этот проект будет разработан в ближайшее время. В Козловке жители улицы Сироткино, что находится возле болота, пожаловались на постоянное затопление территории. Вот дорогу подняли. Спасибо, конечно, за дорогу, что подняли дорогу. Теперь, как получается, дорога оказалась выше, а дома у нас оказались ниже. И вот нас затапливает постоянно. Вот у нас к вам просьба такая, чтобы сделать отход от дому, чтобы вода проходила и прорыть эту канаду, и чтобы вода уходила туда на болото. Для таких работ необходима специальная техника. Но, как заверил Владимир Васильевич, проблема эта вполне решаема. Проблема с дорогами есть не только на улицах села, но и на подъезде к Козловке. В этом году частичная подсыпка будет. Но на сегодняшний день, я говорю, все силы будут брошены на те участки, где нет вообще щебеночного покрытия. Мы буквально позавчера встречались с дорожными службами, с АТП, и проговорили, где у нас есть проблемные участки. Проблемные участки, они в этом году здесь по вашей дороге подсыпаны. Владимир Смирнов заверил, что местная власть будет продолжать дальнейшую работу с учетом мнения граждан, рассчитывая на помощь организации и, конечно же, самих жителей. Ведь, как известно, любую проблему можно решить только совместными усилиями. На голову надейся, а сам не плашай. Продолжение следует...